МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России может быть введена уголовная ответственность за распространение видеоатак дронов и работы ПВО. В американском штате Джорджия Дональду Трампу предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу. Также сегодня. В 1987-м Дениров стал гостем перестроечной Москвы и возглавил жюри Московского кинофестиваля. Фильма в своем участии в прокате тогда не было, так что знали актера больше понаслышке. А было ему тогда всего немного за 40. Самый ростый. Роберту Денира сегодня исполнилось 80 лет. Приближение единого дня голосования в России ощущается все явственнее с каждым днем, причем в весьма характерной для современной ситуации в стране манере. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности так называемой нежелательной в России организации против сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельканьянца и координатора «Голоса» Владимира Егорова. Оба задержанные им грозит до шести лет колонии. Я, откровенно говоря, был уверен, что Григорий Мельканьянц находится за пределами России, но агентство РИА Новости показало видео из его квартиры, на котором Мельканьянц подписывает протокол обыска. Обыски в квартирах активистов «Голоса» прошли в 12 городах России, включая Москву, Петербург и Казань. По словам сопредседателя «Голоса» Станислава Андричука, уголовное дело связано с европейской сетью Организации по наблюдению на выборах. «Голос» состоял в ней, но вышел в октябре 2021 года сразу после признания этой сети так называемой нежелательной организацией. Что же касается реальной причины атаки властей на «Голос» перед самыми выборами, то предлагаю послушать, как сам «Голос» рассматривает нынешнюю избирательную кампанию. Станислав Андричук рассказал об этом три недели назад на YouTube-канале «Движение в защиту прав избирателей «Голос». Это гораздо более активная кампания, чем была в 2022 году. В 2022 году вообще кампании не было. Я вам, как человек, который занимается написанием больших текстов, докладов, которые выходят в «Голосе», признаю, что в 2022 году мы просто из пальца высасывали, чтобы хоть что-нибудь написать про нее. Ну, там, понимаете, там просто ничего не происходило. То есть там кампании не было. Когда у вас кампании нету, то писать практически не о чем. Ну, писали о каких-то формальных вещах, по большому счету. Не происходило ничего. В 2023 году событий очень много. И регионов много, и регионы сложные для властей. И событий там много происходит. Поэтому следить за этим очень интересно, хотя сложно. Ну, просто тоже, да, из-за объема информации. Ну, просто вот по ощущениям человека, который постоянно, каждый день погружен, я хочу сказать, что это, ну, просто в разы более активная избирательная кампания, чем была год назад. С гораздо большим количеством вопросов и ожиданий от нее. Это не значит, что там сейчас везде победит оппозиция или еще какие-то такие вещи. Ну, потому что мы понимаем, что есть реальные ограничения, в том числе и в плане прозрачности подсчета голосов, подведения итогов выборов, прозрачности голосования, да, и там, как бы, можно будет все это поправить. Но на самом деле даже цифры вот этого онлайн-голосования или цифры многодневки, цифры голосования на экспертериальных участках, вот просто объем, который власти туда пытаются загнать, сам по себе будет очень много говорить о том, что на самом деле происходит. Да, потому что если цифры онлайн-голосования кажутся очень большими, то это значит, что в реальности все для властей очень тяжело. Ну, потому что незачем подрывать доверие к онлайн-голосованию накануне президентских выборов. И его по-хорошему надо провести максимально тихо, с не очень большими циферками, так, чтобы они не очень отличались от оффлайн-голосований. Ну, чтобы как бы народ свыкся, поверил, да, а дальше на президентских выборах уже делай, что хочешь. Но если сейчас вот на губернаторских что-нибудь такое повылать, с большими цифрами и большими расхождениями, то это будет вообще таким довольно серьезным сигналом. Поэтому давайте смотреть, давайте наблюдать за оффлайн-участками, ну, хотя бы для того, чтобы вообще иметь возможность сравнивать и понимать, хоть какие-то выводы строить о том, что на самом деле происходит в стране. Сейчас в этом задача, мне кажется, наблюдение. Не столько даже в защите каких-то результатов, потому что мы понимаем, что эти результаты действительно можно изменить, а просто в том, чтобы люди могли реально оценить ситуацию и понять, что вокруг них происходит. Это был сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Сегодня против еще одного сопредседателя движения Григория Мельканьянца было возбуждено уголовное дело. Само движение фактически разгромлено. Вы слушаете «Время свободы». Комитет Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству подготовил поправки к законам, предусматривающие уголовное наказание за публичное распространение информации, в том числе фото и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать местонахождение вооруженных сил России, установить факты их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информации о месте обстрела, об использовании средств ПВО, беспилотников и других специальных средств поражения. Об этом ссылаясь на главу Комитета по конституционному законодательству Андрея Клишеса, сообщило агентство ТАСС. Проще говоря, видеоатак дронов и работы средств ПВО, а также поездов с танками, теперь в интернет выкладывать будет нельзя. Иначе штраф до полумиллиона рублей, а при повторном нарушении до трех лет колонии. Комментарии журналиста-расследователя Русской службы радиосвобода Марка Крутова. Во-первых, видео перемещения военной техники, которые снимают какие-то завербованные информаторы, и которые, естественно, карались и в Украине, начиная с начала войны, и даже раньше. И в России, как мы помним, были дела, чуть ли не огласизмения за съемку поезда с какими-то танками, который там ехал в Грузию или в самопровозглашенную Абхазию. Это все было и раньше. С войной, как только обстрелов и подобного рода видео стало гораздо больше, ситуация, естественно, изменилась. И тут надо понимать, что вот сейчас в России этот закон вводят ровно после похожей истории, почти аналогичной, можно сказать, после которой весной этого года в Украине, несмотря на то, что такой закон уже действовал, довольно сильно ужесточили право применения по нему. Это речь о работе ПВО. Мы видим, что сняли на видео работу установки ПВО по ракете, и буквально показывают, вот она на горе стоит. Примерно то же самое было в Киеве, когда были обстрелы шахедами, обстрелы крылатыми ракетами, и Украина, уже получившая тогда системы ПВО Патриот от западных союзников, таким образом арестовав, проведя несколько арестов, показательных судов с большими довольно сроками. Это все было совсем недавно. Пыталось именно предотвратить съемки работы систем ПВО, потому что они выдают нахождение систем ПВО, которые и так приходится часто перемещать с места на место, чтобы они не стали для России легкими целями. Это первое. Вторая часть этой проблемы, проблемы для военных, конечно, это видео последствий ударов, потому что это то, что в военном деле называется данными объективного контроля, и, естественно, противник каждый раз рассчитывает после удара, что он довольно быстро сможет понять, достигли удар своей цели. Не просто увидев какую-то новость в Телеграме, а увидев видео. В этом смысле в Украине дело обстоит лучше, чем в России, и где-то спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения украинские военные, само собой, если что-то выкладывают, то тщательнейшим образом заблюривают все, что может как-то выдать геолокацию и так далее. Жители больших городов здесь сложнее. В большом городе, где живет миллион человек, условно говоря, предотвратить появление таких видео невозможно. Ни в России, ни в Украине, ни какими законами. У людей есть мобильные телефоны, любопытство, когда что-то происходит, и они все равно будут снимать. Но вот с работой ПВО таких видео больше не было, из чего можно сделать вывод, что какие-то пара показательных дел возымели свои действия. В России таких видео, я не думаю, что станет сильно меньше. В России еще больше населенных городов. И если туда будут прилетать, скажем, украинские дроны, конечно, их все равно будут снимать на видео. И тут еще ситуация не осложняется, наверное, для российских властей тем, что существует целая развитая сеть медиа, телеграм-каналов, которые связаны с силовиками. Даже если они не связаны с силовой кореи, они платят хорошие деньги за такой контент. Я ничего не знаю про Украину в этом смысле, есть ли там такие вещи. Но все знают, что в России есть телеграм-каналы, которые платят за контент. И люди, которые становятся очевидцами обстрела или какое-то еще событие, они сразу воспринимают это как возможность неплохо заработать. Поэтому они такие видео, я уверен, будут снимать и дальше. Повторюсь, меры эти в Украине возымели действия, но ограниченные. Так же, я думаю, будет и в России. Может быть, несколько хуже. Ну, вот я еще раз говорю, какие-то вопиющие случаи. Люди потихонечку научатся отличать. И в том числе, я думаю, ведущие этих каналов. Им будет дана какая-то инструкция. И они будут понимать, что одно дело, это там взрыв в Серегове в посаде, где что-то взорвалось там на территории завода, и очевидцы из окрестных домов десятки видео сняли. А другое дело, это работа ПВО около Керченского моста. И, кстати, то же самое происходит и в Украине. То есть мы видим, что видео прилетов и последствий прилетов появляются и сейчас, несмотря на все законы. Например, недавно был удар по Запорожью. Он, очевидно, пришелся, по первым же сообщениям, было ясно, что он пришелся по гражданской инфраструктуре, по Шевченковскому району города. Пострадала церковь, пострадал супермаркет. И практически через полчаса уже чуть ли не сама администрация президента Украины подтвердила место прилета. Когда люди выкладывают такие видео, они понимают, что попадание по гражданской инфраструктуре это возможное военное преступление. И нет ничего плохого в том, чтобы такое видео выложить, показать своему миру, что Россия бьет по гражданской инфраструктуре. Хотя, как выяснилось потом, и опять же, как признали сами украинские власти, там буквально через дорогу находится территория завода Моторсич, правда, давно не используемая. И тогда становится понятно, куда Россия целилась, и как она приблизительно промазала. Ну, вот такие видео будут появляться все равно. А видео, повторюсь, с работы ПВО или видео, не дай бог, каких-то военных перемещений, с этим, конечно, строго. В Украине таких видео почти нету. Да и в российские телеграм-каналы их не то чтобы много публикуют, или российские военные. Еще можно говорить, примерно судить о том, как вот такие запреты работают по запретам для военных, собственно, публиковать фотографии, видео, там, селфи с линии фронта. Мы все знаем, что в российской армии такой запрет был введен уже некоторое время назад, еще до полномасштабного вторжения, и он не работает. Мы за последние полтора года сделали там три или четыре материала о том, как по-прежнему, несмотря ни на что, российские военные выкладывают свои селфи с позиций на передовой. Да, какие-то люди это делают меньше, как регулярные, ну, как войска Министерства обороны, какие-то там, как батальон Ахмат или мобилизованные делают это чаще, чаще, особенно пока они не за линии фронта, а на базе. Но, тем не менее, никогда такие запреты в мире, где есть мобильный телефон у каждого, а то и ни один, не будут работать полностью, какие бы законы ни написал Кришес или кто-либо еще. Предстоящее ужесточение законодательства, касающегося распространения в интернете таких видео, как атаки дронов или работы средств ПВО, комментировал журналист-расследователь Русской службы радиосвобода Марк Крутов, Марк регулярно пользуется такими видео при проведении своих расследований. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 августа. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Широградский». Вернусь к одной из недавних тем. Миноритариям закрытого акционерного общества «Эхо Москвы» не удалось добиться продления прав этой компании на бренд «Эхо Москвы». Напомню, что заявку на этот бренд подало агентство «Россия сегодня», которое возглавляют Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. По поводу прав на бренд «Эхо» по инициативе бывшего главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова было созвано срочное заседание Совета директоров компании «Эхо Москвы». О его результатах Венедиктов рассказал в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Когда пришло известие о том, что пропущен срок, мы сделали вид, что это может быть ошибка. Но не обратили внимания. Военные действия, турбурентность, юристы проспали. У нас еще есть несколько месяцев. И по уставу именно Совет директоров «Эхо Москвы» должен принять решение о продлении, о направлении письма соответственно в агентство по интеллектуальной собственности. И мы созвали срочно Совет директоров. Мы миноритарии. Напомним, в Совете директоров четыре представителя «Газпром-медиа» и один наш с требованием решить этот вопрос. Он состоялся, этот Совет директоров. Наш представитель, Екатерина Годлина, проголосовала за продление. Одна. А генеральный директор, поскольку это касается ее, воздержалась. Ну, честная позиция, я считаю. А вот представители «Газпром-медиа», прежде всего, председатель Совета директоров Юлия Голубева и еще один член Совета директоров, один Терешников, проголосовали против. То есть сознательно отказываются от продления прав на бренд. Сознательно. Это не ошибка. Это очень важный документ. Протокол у меня есть. Совет директоров. Таким образом, значит, бренд стоит денег. Я уже говорил о том, что по оценке Михаила Лесина в 2015 году это полтора миллиона долларов. Почему-то уже ретарные акционеры решили выбросить эти деньги на помойку. Ну, собственно говоря, что это значит? Вы хотите спор хозяйствующих субъектов? Вы получите спор хозяйствующих субъектов, потому что миноритарии в случае продажи имели бы неплохо полмиллиона долларов. У нас их забрали. Теперь надо идти в суды и говорить о том, что нас обокрали. Хотите так? Будет так. Правда, у них еще есть время перерешить вот эти несколько месяцев, да? И мы, конечно, будем стараться их стыдить. Ну, значит, надо писать письма людям, которым повыше, акционерам «Газпром-медиа». Я имею в виду Алексея Миллера и Юрия Ковальчука. Вы акционеры «Газпром-медиа». Ну, давайте мы вернемся к этому вопросу. Это интеллектуальная собственность, которая принадлежит эхо Москвы. И мы не собираемся его отдавать просто так. Я, конечно, еще с юристами не говорил, но я повторяю, есть два пути. И первый путь Совет Директоров перерешает. Там какое голосование было? Один против двух. И один воздержался. Либо мы будем настаивать на том, чтобы и мы будем, чтобы Совет Директоров перерешил и вернулся к этому вопросу. Либо у нас суд арбитражный. Конечно, наша задача будет не деньги получить, а бренд веровать. Бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов о состоявшемся заседании Совета Директоров ЗАО «Эхо Москвы» по поводу сохранения прав компании на бренд «Эхо Москвы». Это был фрагмент эфира YouTube-канала «Живой гвоздь» передачи «Утренний разворот». Время свободы. Бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предъявлено обвинение по новому уголовному делу, на этот раз в штате Джорджия. Потенциально это самое опасное из всех четырех дел, уже возбужденных против Дональда Трампа. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов. Помимо Трампа, к уголовной ответственности в штате Джорджия привлечено 18 его сообщников, в том числе его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший шеф аппарата Белого дома Марк Мэдоуз. Если обвинения будут доказаны в суде, бывший президент может провести за решеткой от пяти до двадцати лет. Обвинение огласила окружной прокурор Фанни Уиллис. Сегодня, основываясь на информации, полученной в ходе этого расследования, большое жюри графства Фултон предъявило настоящий обвинительный акт, в котором девять человек обвиняются в нарушении закона Джорджии посредством преступного сговора с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате. Обвинительный акт включает 41 пункт обвинения в совершении уголовного преступления и состоит из 97 страниц. Каждое лицо, названное в обвинительном заключении, обвиняется в нарушении закона Джорджии о противодействии Рэкету и коррупции посредством участия в преступной деятельности в графстве Фултон, штат Джорджия и в других местах для достижения незаконной цели позволить Дональду Трампу захватить право на президентские полномочия, начинающиеся 20 января 2021 года. Основанием для возбуждения уголовного дела стала запись телефонного разговора Трампа с секретарем штата Брэдом Раффенспергером. Трамп требовал найти голоса в свою пользу, а секретарь отвечал, что таковых не имеется. Что вы думаете об аргументах бывшего президента Трампа, который утверждает, что эти обвинения политически мотивированы? Я принимаю решения в этом офисе на основании фактов и закона. Закон абсолютно беспартийный. Именно так принимаются решения по каждому делу. На сегодняшний день этот офис, с тех пор, как я стала окружным прокурором, предъявил обвинения по более чем 12 тысячам дел. Это 11-е обвинительное заключение по закону о рэкете и организованной преступности. Мы следуем той же самой процедуре. Мы смотрим на факты. Мы смотрим на закон. Экспертов несколько удивило обвинение по статье об организованной преступности. Однако они отмечают, что у Фанни Уиллис большой опыт расследования такого рода дел. Профессор юридического факультета университета имени Джорджа Вашингтона, известный комментатор Джонатан Тарли. Эти обвинения чрезмерны, и я думаю, они также опасны. По сути, они криминализируют права на оспаривание результатов выборов. Они обвиняют президента, который публично заявляет, что нам нужен пересчет голосов. Демократы и республиканцы постоянно оспаривают итоги голосования. Это не преступление. Что особенно беспокоит в этом, так это то, что Уиллис на самом деле не проявила никакого подобия сдержанности. Она обвинила всех во всем, о чем только могла подумать. И я думаю, она надеется, что некоторые из обвиняемых дрогнут и пойдут на сотрудничество. Я думаю, что команда Трампа должна осознать, что это серьезная угроза. Не из-за существа дела, а потому что это дело о рэкете. Кроме того, это не то дело, которое может быть прекращено федеральным помилованием, будь то сам Трамп или другой избранный республиканец. Вот почему к этому нужно отнестись серьезно. Другой известный адвокат, профессор Гарвардского университета Аллен Дершовец, воспользовался тем, что вследствие технической ошибки текст обвинительного заключения появился на сайте прокурора до того, как его утвердило большое жюри. Это, знаете ли, Алиса в стране чудес. Сначала приговор, потом казнь, а потом суд. И это такой подрыв нашей Конституции. И я предсказываю, что будут обвинительные приговоры. Я думаю, что стратегия состоит в том, чтобы получить плохие обвинительные приговоры, но сделать это быстро. В Нью-Йорке, во Флориде, в Вашингтоне и в округе Фултон, Джорджия. Затем они будут отменены по апелляции, но они будут отменены уже после выборов. Вот почему все спешат рассмотреть эти дела. Он выиграет апелляцию, но это будет завтрашняя новость. Дональд Трамп, разумеется, отрицает обвинение. Не мы пытаемся подорвать нашу демократию. Мы боремся за спасение нашей демократии. Это нелепое обвинение против нас. Это не юридическое дело. Это акт отчаяния со стороны неудавшегося и позорного мошенника Джо Байдена и его радикальных левых головорезов, стремящихся сохранить свою власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить это положение. Мы стоим у них на пути, потому что хотим вернуть нашу страну. В нашей стране еще никогда не было так плохо. Я не думаю, что она когда-либо была в таком плохом положении. У нас очень опасная ситуация, потому что у нас есть другие страны с ядерным оружием, и это оружие очень мощное, и у нас есть человек, который не может связать двух предложений, и он отвечает за то, будет у нас ядерная война или нет. Мне это не нравится, и вам это тоже не нравится. Байден и его защитники знают, что он не сможет победить в этой гонке по-другому. Поэтому теперь они пытаются сделать то, чего еще не пробовали сделать в этой стране – вмешательство в выборы. Они сфальсифицировали президентские выборы 2020 года. Мы не позволим им сфальсифицировать президентские выборы 2024 года. Фанни Уиллис призвала обвиняемых добровольно явиться в суд. Большое жюри выписало ордер на арест всех обвиняемых. Я даю подсудимым возможность добровольно сдаться. Не позднее полудня пятницы, 25 августа 2023 года. Если Дональд Трамп будет осужден по всем делам, возбужденным против него, общий срок тюремного заключения может составить свыше 700 лет. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. И последняя сегодня тема, приятная сегодня выдающемуся американскому актеру Роберту Де Ниро, исполнилось 80 лет. О юбиляре говорит кинокритик Андрей Плахов. Роберт Де Ниро, актер такого масштаба и такой факт биографии нескольких поколений зрителей, что сегодня мы услышим наверняка множество самых изысканных объяснений в любви. Мало того, такое объяснение заслужил каждый из его героев, сыгранных в лучших денировских фильмах, в «Злых улицах» и «Таксисте», «Крестном отце 2» и «Бешеном быке», «Охотники на олене» и «ХХ веке». Хотя его персонажи не были ангелами, скорее многих можно определить как ангела истребления. Таков демобилизованный морской пехотинец Трэвис в «Таксисте» Мартина Скорсезе. Вернувшись из ада вьетнамской войны, он попадает в другой ад – нью-йоркский мегаполис. И чтобы вырвать из лап порока малолетнюю проститутку, устраивает кровавую баню в публичном доме. Таков Макс Кейди из «Мыса страха». Выйдя из-за решетки, он преследует адвоката, который не смог защитить его от обвинения в изнасиловании. Подержимый идеей мести, он изощренно и расчетливо ее готовит. Объектом тотального террора становится вся семья адвоката, он сам, его жена и дочь-тинейджер. Де Ниро – виртуоз внешних и внутренних превращений. И кажется, нигде он не был так омерзителен, как здесь, словно в его герое скопилась вся злоба и похоть мира. Однако к середине фильма зритель начинает воспринимать происходящее глазами Макса. И безжалостная месть, с которой он обрушивается на несчастное семейство, уже не выглядит столь вопиюще несправедливой. А что, если он претерпел еще большую несправедливость? Что, если это не просто дьявол, а падший ангел, ангел истребления? Такая трактовка вполне в духе католика Скорсезе, в фильмах которого всегда прочитывается религиозная моралите. В Де Ниро режиссер обрел идеального артиста, которого не смог адекватно заменить даже Леонардо Дюкаприо. Эхом классических лент тандема Скорсезе-Де Ниро стал ирландец. Тут главный герой Фрэнк Ширан – штатный киллер, официально занимавший солидную должность в связанном с мафией профсоюзе дальнобойщиков. Его и играет Де Ниро, между прочим, имеющий не только итальянские, но и дальние ирландские корни. Забавная деталь. По некоторым сведениям, реальный Фрэнк Ширан задумался о том, как сделать жизненную кормушку из профсоюза, посмотрев фильм Элия Казана «В порту», где за главную роль Докера сыграл молодой Марлон Брандо. А ведь именно Брандо учился актерскому мастерству в актерской студии Ли Страсберга, развивавшей принципы системы Станиславского и воспитавшей два лучших поколения американских актеров, в том числе Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Оба они играют в «Орландце» божественно, как в последний раз. Собственно, это и есть «последний раз» на таком накале. Повторить опыт вряд ли уже удастся. Уникальность этого актерского мастер-класса еще и в том, что Де Ниро играет гиперреалистично, каждой складкой своего лица. Что касается Аль Пачино, это скорее сгущенный образ гротеска. И взаимодействие, две творческие техники безгранично расширяют пространство перевоплощения. В страданиях от петых бандитов, в их дежурных разборках и неумелых попытках очеловечивания мы прозреваем невидимые миру слезы и в то же время слышим отчуждающий, леденящий, саркастический смех. И все же завершается фильм приоткрытой дверью, за которой уже вне пределов экрана существуют, по всей видимости, гипотетические раскаяния и надежда. А романтический Де Ниро начался для меня с фильма Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век», где к тому же он представил, в чем мать родила, в памятной сцене любви втроем с проституткой. И нельзя было не заметить, что его достоинства существенно превосходили соответствующие у Жерара де Пардье. В 1987-м Де Ниро стал гостем перестроечной Москвы и возглавил жюри Московского кинофестиваля. Фильмов с его участием в прокате тогда не было, видео еще не внедрилось в советский быт, так что знали актера больше понаслышке. На улицах не очень-то узнавали. А было ему тогда всего немного за 40. Самый расцвет. Кинокритик Андрей Плахов о таланте американского актера Роберта Де Ниро. Роберту Де Ниро сегодня исполнилось 80 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям юбиляру. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайв. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода.